Добрый день, дорогие друзья, приветствую в Экономике Здравого Смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема – новые функции армии и милиции в Беларуси. Вы не думаете, ничего связанного с войной это не имеет, может быть даже лучше. У нас армия приобретает такой силькохозяйственный оттенок, особенно во время битвы за урожай. Александр Лукашенко посетил очередные колхозные свои вырои, очередные угодья и нашел, как всегда, кучу недостатков. И сказал, так, начинать на час нужно раньше работать, заканчивать на час позже, следуя Трудовому кодексу за ВИЛОН и посрамив профсоюзные организации и других тех людей, которые защищают права работников. Но это не самое главное. Он говорит, так, нужно заставить всех работать. И для этого, чтобы заставлять работать, необходимо и армию, и милицию, всех силовиков нужно привлечь для того, чтобы селькобайнеры, агрономы, растеньеводы, все профессии на селе работали как один слаженный коллектив, один конвейер. Без этого никак. И вот, друзья, это новый функционал силовых структур, о которых мы узнали от Александра Лукашенко. Милиция для того, чтобы заставлять армию, для того, чтобы принуждать спецслужбы, для того, чтобы выявлять, а нет ли саботажа, не остался ли на поле какой-нибудь колосок. Осталось еще утвердить форму, в которой каждый агроном, каждый человек мог бы стучать на того нерадивого агронома или компайнера или тракториста, который это делает. И так Беларусь превратится в страну силовиков и стукачей. И, естественно, это будет очень даже производительная система, близко к ГУЛАГу, близко к тем коллективным формам хозяйствования, которых славился в кавычках военный коммунизм. Но милиция от этого, как вы думаете, человек идет в милицию для чего-то? Ну, если взять такую благородную даже причину, да, защищать порядок людей своих, чтобы вот гордиться мундиром, в Беларуси давным-давно это не работает, потому что мы видели, чем занималась милиция в 2020 году, чем она занималась в 1996 году. И каждый год практически вот это вовлечение в милицию, в подавление гражданских прав и свобод, оно увеличивалось и дошло к квинтэссенции 2020 года, когда трудно было разобрать между палачом и человеком в мундире, который насиловал, который пытал, который, в общем-то, Беларусь, Беларусу получилась волк. И вот эти отношения, конечно же, сегодня Александр Лукашенко хотел бы перенести и на трудовые отношения в отдельно взятом сельском хозяйстве. Что из этого будет? Получится ли? Я думаю, что получится какая-то имитация, потому что, ну, кто работает в силовых структурах на селе? Ну, те же люди из тех же районов, если какого-нибудь там далеко человека с низкосоциальной ответственности назначат на позицию участкового, вот, ну, тогда, конечно, он может дать прикурить сельчанам. А если это будет свой человек, ну, тогда будет какая-то имитация, этот человек будет бесплатно иметь все, что надо для того, чтобы он не стучал, не писал и не жаловался. Александр Лукашенко в очередной раз показал свою просвещенность в сельхозделах, отругав министра сельского хозяйства и опять-таки показал нам, чем отличается зябь от тех мест, где хранятся корма для животных. Сказав, ну, вот смотрите, вы тут заложили траву, вода затекла, и что это будет? Это же будет яд, а не полноценный корм для коров, для скота. Представляете, какой уровень погружения головы государства в сельскохозяйственную геополитику отдельно взятой страны? Все для коров, все для победы. Только непонятно, победа чего, здравого смысла или нет, потому что мы видим, что по итогам полугодия сельского хозяйства сократилось на 3%. Производительность труда там практически не растет. Мы видим, что без господдержки каждое второе сельхозпредприятие убыточное. Фермерам больше земли не дают. Ну, вот сейчас, по согласно новому кодексу земли, там можно взять бот-гектар. А зачем брать, если ты понимаешь, что эти нормы, следить за каждым, заставлять работать на час раньше вставать, могут распространиться. И на частные формы хозяйственные, представляете, приходит к фермеру какой-нибудь милиционер и говорит, так, у меня тут инструкция, надо следить за тем, чтобы ты правильно работал. А ты тут отлыниваешь, потому что у тебя надои не те, эти носка снята, вот, и укосы, собственно, ты там имитируешь, поэтому давай вперед вставай. А если нет, я тогда буду заставлять. Раз все формы собственности равны, вот тогда милиция и армия будут заниматься именно этим. И вообще, сюжет с вовлечением армии в уборку урожая достаточно новый. Ну, я понимаю, когда там солдат, понимая, опять-таки, понимая, как работал в Советском Союзе данный механизм, гонят на уборку картофеля, потому что людей нету, комбайнов нету, камней некому собирать, технологии такие. Но когда сегодня на этапе сбора зерновых и других сельхозрастений, сельхозкультур привлекают же армию. Слушайте, а может быть, это и есть ответ Лукашенко на требование, значит, Путина вступить в войну с Украиной. Он говорит, у меня все заняты, у меня все заняты на уборке на битве за урожай, а врагов там предостаточно. И он может сказать, что враги это вот те, которые там промышляют сгнобить урожай, и их десятки тысяч, и поэтому внутренний фронт открылся, и на внешний фронт сил уже нету. В этом плане пусть будет такая битва за урожай, чем если бы белорусская армия под пятой российского агрессора зашла в Украину. Надеюсь, этого никогда не будет, друзья. Но, опять-таки, все, что мы говорим сегодня, практически никакого отношения к экономике, собственно, не имеет. Потому что экономика – это бизнес, это коммерческие отношения, это добровольные отношения между производителями, теми людьми, которые делают продукт, и потребителями. Добровольности здесь, как вы понимаете, не пахнет, поэтому белорусская экономическая модель полноценно можно назвать военным коммунизмом. Осталось только у сельчан забрать паспорта, выдавать им не деньги, а трудодни, и определять квоты потребления товаров через автолавки, которые будут приезжать туда по расписанию и контролироваться милицией и армией. Вот такая интересная модель получается у белорусской экономики. И вот эта модель является логичным завершением тех авторитарных тенденций, которые, к сожалению, получили достаточно много симпатий в близлежащих странах. Не берите, друзья, то, что вот было так упаковано. Это toxic. Спасибо большое за внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Живи Беларусь, слава Украине! Субтитры сделал DimaTorzok